У нас сегодня такая, по крайней мере, очень крупная кусковка. Я так поняла, все устали. За неделю было несколько конференций, раз, сентрологических по городу. На вот апрель, все, насколько я поняла. Мы сегодня были с микрофоном, поэтому мы уже сдвинемся, слишком громко говорим. Сегодня у нас еще на самом деле очень сложная с вами тема для разбора, действительно очень сложная. Мы постарались с коллегами, у нее очень помогли, правда. Они сегодня у нас будут солировать, выступать. Вот вся наша активная часть сегодняшняя. И я вам хочу сказать, что я думаю, что это не последнее наше занятие. После просмения, возможно, потом это взобьем на какие-то части для возоболевания, потому что это очень сложный момент. И синдром, он и есть синдром возоболевания. И мы, не знаю, все, что мы могли сегодня унестить, эту часть мы с вами попробуем. Но мне почему? Интересно, что я не написала Машу? Машу. Зимакуру. Не написала, да? Ну, хорошо. Значит, придется пока докладывать это мне, потому что в случае нам прислала, она спираловка, да, и должна была она его подготовить, но не сложилась. Вот Мария Александровна наша, которая должна была нам сказать об этом больном. Значит, что мы с вами видим? Посмотрите. Девочка, которой почти 6 лет. Да, 5 лет, 9 месяцев. Наблюдается она в поликлинике вообще с другим диагнозом. Посмотрите, сходящие с отручной козоглади, оперированная, сопутствующий диагноз гиперметропия. То есть, насколько мы понимаем, что вполне возможно, это та самая история, возможно, ребенок недоношенный, возможно, там были какие-то проблемы в раннем возрасте, но мы ничего об этом не знаем. Назначение там осталось. И ребенок собирается оперировать. Что мы получаем? Биохимических анализов крови обнаруживается в ходе при операционной подготовке по основному заболеванию. Посмотрите, это прошлый год, как раз апрель месяц, 12 апреля. Мы видим, что только повышение уровня гиперметропия. Причем совершенно незначительное повышение. Больше абсолютно ничего нет. Трансаминазы нормальные. Время свертывания не изменено. И что мы видим? Если мы с вами поговорим о том, что такое гиперперерубенный месяц, я не буду сегодня, и вообще мне не хотелось сегодня очень останавливаться долго именно на гиперперерубенный месяц, потому что это тоже отдельная тема. Знаете, как в армии говорят, вы сегодня ведете территорию КППД-1. Вот это примерно та же история, то есть этим можно заниматься довольно долго. У нас сегодня немножко другой ракурс проблемы. Но тем не менее, вот ребенок пришел, да, и я вас уверяю, что в 95% случаев вам отправят этого ребенка на структуру. А надо, а не надо, а почему и от чего. Самое безобидное – это полис жильбера, то есть семейная желтога за счет неконьюбированного, негемолитического пилирубина в основе недостаточность глюклоранилтранстераза. Если делать биосей, никаких подменений не будет. То есть это самое безобидное, самое доброкачественное с гипербелирубинами, и чем оно обычно проявляется. Если взять подростков, долго не спит, много живет в Макдональдсе, и я всякую ерунду, да, молкию. Соответственно, да, могут пожелтеть глаза, может пожелтеть кожа, но, по сути дела, билирубин может подняться даже до 80, но, в общем-то, за счет непрямой фракции и абсолютно безобидных для организма. Да, безусловно, со временем свозок вполне возможно изменение именно самой структуры печени при неодекватном поведении таких пациентов. Но, по сути дела, на сегодняшний день, мне кажется, даже оправдание это никак не отстраняет этих молодых людей. Вторая желтуха более страшная, триглера наяра. Она имеется в двух типах. Второй тип имеет доброкачественное течение, не очень тяжелый, в основе незначительный дефицит глюклоранилтранстераза. Да, немножечко другого типа, но тем не менее доброкачественное чтение. А вот первый тип, самый опасный, если дети могут погибить в первые вносы случаев, то умирают они, в принципе, от ядерной желтухи. Следующий момент. Желтуха Дайвина-Джонса. Тоже достаточно доброкачественное течение, благоприятный процесс, доброкачественное, и только в том случае, если это правильно лечить. Поэтому мы с вами знаем, что вот из этих трёх вариантов, по сути дела, может быть любой, да, про качество этого ребёнка, но для того, чтобы вам об этом говорить, мы должны всё-таки проводить генетическое обследование. Если мы посмотрим на второй момент... То, что мы с вами очень часто рассказывали, что достаточно часто, если мы с вами посмотрим обусловлено с двигами желчевыделительной функции печёночных скелеток с нарушением образования желчной нецелы, с поражением мельчайших желчных пудров при внутрепечёночном холестазе. Бывает понятие ещё вне печёночного холестаза, который связан с механическим препятствием. Да, это чаще всего любого клетика холестаза. Но останавливаться на этом долго мы с вами не будем, потому что на самом деле, что мы хотели, чтобы мы с вами просто обратили внимание, потому что у нашего ребёнка тоже эта ситуация будет. Биохимическая лабораторная диагностика. Это повышение активности щелочной фосфатазы, да, нуклеотиодазы, гамма-гамма-гамма. Глютаман-трансфер кептидазы. Повышение уровня холестерина. Гипербеллируминамия за счёт связанной фракции, да, и уменьшение концентрации альбуминов, умеренное повышение содержания альфа-2, бета-гамма-глабулина в сыворотке гло. Просто, ну, как констатация фактов, потому что мы обратились сейчас на это внимание. Мы сегодня с вами решим, когда мы займёмся вообще синдромом холестаза как духовым, позже, да, либо гипербеллируминами. Но не сегодня точно. Если мы с вами посмотрим на вот эту табличку, то форма холестаза может быть разная, да, для неё характерны определённые биохимические тесты. По возможности, по необходимости мы очень позже к этому с вами вернёмся, потому что нам с вами это понадобится. И, значит, смотрим. В начале мая, что мы помним, да, 12 апреля у ребёнка впервые обнаружено повышение кущего гипербеллирумина. Причём незначительно, всего на 4 микромойнолитра. В начале мая ребёнок переносит респираторную инфекцию, какую мы не знаем, да, температура невысокая 37,3, кашель, насморк, получает симптоматическую терапию. И в связи с респираторной инфекцией оперативное вмешательство отменено. Что мы с вами имеем в биохимическом анализе крови? Смотрим, да, вот 4-го она заболела, 14 с ума, ребёнок передаёт анализы для того, чтобы решить вопрос о оперативном вмешательстве. Смотрите, что мы видим. Общий пилиргин нормальный, да, у нас тут чуть повыше. Смотрите, что у нас трансминазмами, да, мы имеем вот такие значения. А теперь у нас в своём себе вопрос, очень болел наше гипер. Ведь есть часть патологических инфекционных процессов, которые могут вызвать депатоцитолиз. И первые из них это эпипажки. Значит, мы должны что-то понять, а может это полгепатит А? Но ведь у нас ничего нет, у нас нет желтуху как таковой, да, и нет изменения стула, цвета махи, вообще ничего. Смотрим, на что я обращала ваше внимание. Посмотрите, у нас снижен уровень аргумина, незначительно, но тем не менее. А уровень альфа-глобулинов повышен. При этом нет данных вообще в анализе за гомолобулет. То есть нам вот этот анализ не говорит вообще почти ни о чём. То есть мы не можем его интерпретировать, потому что что-то у нас изменилось в воспалительной изменении, а какого характера мы с вами не знаем. Ну, не пыли нельзя ли по углограмму перед операцией, хотя мы понимаем, что альфа-глобулинов, альфа-глобулинов, но тем не менее. И посмотрите, что мы имеем. Протрамбиновое время повышено, трамбиновое время повышено, фибриноген резко снижен, да, антитерапин тоже значительно повышен. По ЭГГ при этом выраженная синусовая братья аритмия после нагрузки аритмия сохраняется и снижение восстановительных процессов переполяризации в области левого желудка. И вот у нас такой ребёнок, да, а мы с вами помним, прекрасно, что повышение транс-эндинанс. Может быть, особенно фракция АСФ, может быть, какие-то болезни в сердце. А мы ничего не знаем, у нас нет аналога за этого ребёнка. Почему? Я сначала не хотела брать вообще эту историю именно потому, что на выходе ничего нет. Мы ничего про этого ребёнка, собственно, не знаем, да, к сожалению, доктора, который нам её прислал, тоже сегодня с нами нет. Но, тем не менее, мы не хочется разобрать, потому что здесь действительно очень много вопросов по ошибке. Ребёнок приходит к педиатру, да, вот здесь мы с вами смотрим, это 14-е число, да, она обследуется. 22-го, через неделю ребёнок приходит к педиатру. Что назначает педиатру? Вернее уже биохимический анализ крови, опять-таки биохимию крови, ПЦР на герпес-вирусы и кровь на гепатиты. Ну, вроде бы логично. Всё хорошо. Какие вирусы мы не знаем. У нас не указано. А посмотрите лечение. Посмотрите, мы на лечение. А на основании чего назначен препарат? Только потому что это инфекция, мы перенесли. Ну, что всех лечим мы запринозим, но Андрей лично очень нравится, он всё время говорит такую фразу. Берипоксины будете лечить? Как они не были? Это из этой же серии. Поэтому, насколько это работает и сказать сложно, и назначение вот этого препарата у меня в этом случае вызывают очень большие сомненькие. Хорошо, урсофаль, консультация ЛОР, здесь можно согласиться. Теперь смотрите, ребёнок осмотрен ЛОР через, получается, 14-е, 2 недели, да, после предыдущего заболевания. Заболела на четвертую. Острый назов, фаренгит, дирина на четвертую. Всё. А диагноз стоит у ребёнка? Заболевание с лоски? ЛОР? Заболевания нет, диагноза нет, то изопринозин ребёнок получает. Если мы с вами посмотрим воздавание незначения у садозопсихолевой кислоты, здесь-то как раз всё хорошо. Трансминаза есть, и одно из действий, да, оказывает иммуномодулирующее действие, влияет на иммунологические реакции в печени, снижение антигенной нагрузки, гепатопротекторное действие, да, и первое, смотрите, это хронические гепатиты разного генеза. То есть, по сути, мы не знаем, какой гепатит, у нас есть гепатит, у нас есть проблема, мы не знаем, какой это гепатит, но, тем не менее, указания есть. Опять-таки, коллеги, ребёнка почти 6 лет. Доза препарата назначена 4 мл один раз в день. Это сколько? Это 200 мг. Если мы с вами подумаем, сколько может вести ребёнок, у нас почти в 6 лет. Ну, сколько? Ну, как минимум 22 будет весить, да, ну, 20 пускай килограмм. Если 20 кг, 10 мг на килограмм. Да? 200 получается. Ну, мы примерно понимаем, что это минимальная доза, которую можно было дать. Можно было и 13 дать, но мы не знаем веса, у нас ничего нет об этом ребёнке. Если мы с вами посмотрим на режим дозирования, да, то мы, в общем-то, с вами говорим, что, если говорить о взрослых капсулах, да, здесь 10 мг на килограмм, будем надеяться, что мы дали правильную дозу, мы показываем, действительно, не знаем о этой ситуации. Смотрим дальше. Если мы с вами посмотрим на изопринозим, обознавания нет. Тем более, что в выписке там звучала такая фраза, там нет анализа полностью. Анализ кроме без патологии. Без комментариев. Урсофальк назначить было возможно. Хорошо. Ещё через 4 дня они идут в гастроэнтерологу. Что мы получаем? Что пишет там гастроэнтеролог? Удовлетворительное состояние кожной, по кругу бледной, чистой, склера обычной окраски, налетные языки отсутствуют, животное увеличит, всё у нас хорошо, стул оформленный, 4-й тип по бристильской шкале, частота 5 раз в неделю, то есть, по сути дела, не ежедневный стул у ребёнка, но цвет желтоватый. Вот. Что за желтоватый цвет, пока нам непонятно. Примятие отсутствует. Что назначает гастроэнтеролог? Там у нас был урсофальк, да, проходит неделя, у нас появляется хофитол. Причина смены препарата для меня, конечно, непонятная совершенно. Тем не менее, если мы посмотрим на экстракты в кишоках хофитол, да, то мы понимаем, что практически те же действия, которые будут у субсихолевой кислоты, здесь все просвешиваются. По идее, имеют полное право на существование. Обладают желчегонным гепатопротекторным видом. Ну, вроде бы, хорошо. С какой целью замена, не ясно, но, возможно, такая история, что, возможно, не смогла мама купить суспенцию. Урсофалька, потому что периодически она пропадает из продаж. Потому что скупают ее не очень много, да, а капсулы достаточно горькие, если их скрывать. В следующий момент в три раза дешевле хофитол стоит, да, чем урсофаль. Ну, возможно, же здесь такая ситуация была, я не могу это судить. Но, по сути дела, нам в любом варианте подходят. У нас вот как каждый из этих препаратов. Может быть, мы не знаем, да, то есть, возможно, непереносимость. Спасовое качество, ценовая политика, отсутствие оптика, все что угодно у нас не дают. Но, тем не менее, мы видим, что препарат уже поменяли, да. А теперь давайте посмотрим на все ее анализы, которые были взяты три. Вот первый анализ, самый первый, только повышение пилирубина. Но, опять-таки, у нас только единый за общий пилирубин, у нас нет никаких фракций здесь. 14-е, значит, проходит месяц, у нас выросли трансаминазы. Дальше мы смотрим. Это же, смотрите, вот то еще того, как они пришли к доктору. Получается, 28-го числа они пришли к гастроэнтерологу, да, а вот с 23-го числа контрольный анализ крови. Посмотрите, АСТ повышен значительно, АЛТ тоже повышен. Ну вот, можно с вами сказать такую вещь, значит, каждая лаборатория дает разные нормальные значения. От 35, как правило, до 40. То есть, примерно так. Некоторые лаборатории дают 17. Я веду такие резервенции значения, но не факт, что это действительно на самом деле так и есть. Вот, поэтому мы берем от 40, потому что здесь, к сожалению, норма не стояла, да. Берем от 40, то есть мы видим, что достаточно повышенные. А теперь вопрос, как мы должны пределывать эти данные и что нам с этим делать, потому что, по сути дела, диагноза у ребенка нет. И причина для нас здесь, в общем-то, не очевидна. Респираторные эффекты, которые слечились с математическими средствами, не очевидны. А дальше у нас наш ординатор продолжен. Захар Валенов, она умница, подготовила нам все по ферментам печени. Доброе утро, коллеги. Печеночные ферменты – это вещества, за счет которых существует организм, которые поддерживают иностасть нашего организма. На основании особенностей синтезирования и действия этих ферментов, они подразделяются на три основные группы. Это индикаторные, секреторные и экс-секреторные. Индикаторные – они показывают наличие патологии органа, органа в виде разрушения его клеток. Это АСТ, АЛТ, ГГТ, ГДГ и ЛДГ. Секреторные – они участвуют в свертываемой системе крови. Это холиностераза и пронтрабиназа. Экскреторные – они участвуют, показывают работу билярной системы. Это щелочная фосфатаза. АЛТ – это аланино-алинтрансфераза. Это энзим, который содержится во внутренней среде гепатоцитов. Он отвечает за выработку гликогена. Если развивается инфекционный процесс, повреждается мембрана гепатоцитов, то этот АЛТ просачивается в кровь, и уровень АЛТ в крови повышается. Норма – 15-40 единиц на литр. Аспартат – аминотрансфераза. В отличие от предыдущего, этот фермент участвует в отмене аминокислот, и этот фермент содержится не только в печени, но и в других органах, таких как легкие, сердце, почки, поджелудочная железа и мышцы скелета. Поэтому анормальная высокая активность трансминаза в кровотоке может указывать на заболевание одного или даже нескольких органов. И фермент не специфичен для диагностики повреждения печени. Норма также – 15-40 единиц на литр. Важно – соотношение АСТ и АЛТ, так называемый коэффициент Д-ритиса. При повреждении печени значение коэффициента Д-ритиса снижается. Норма – 1,33 плюс минус 0,42. При повреждении АСТ и АЛТ более 2 на 1 весьма вероятны для алкогольного повреждения печени, лекарственной гипотоксичности, болезни Висона-Коновалова. АСТ и АЛТ менее соотношение 1 к 1 – это характерно для вирусных гепатитов и неалкогольного стеатогепатита. Роль коэффициента Д-ритиса в диагностике. Но в состоянии значения этот показатель не имеет. Отклонение одного показателя от нормы к большей стороне – это может свидетельствовать о проблемах с сердцем, так как при инфакте миокарда он часто превышает показатель 2. А если анализ крови дает результаты менее 1, то дальнейшим обследствием подлежит печень. Испречение составляет дельтагепатит, при котором значения коэффициента могут быть повышены. Важно, что при гепатите А и В изменение в показателях крови за 15-10 дней до появления основных симптомов снижается до 0,55-0,83, что служит критериям для ранней диагностики гепатита А и В. Если мы с вами посмотрим то, что есть у нашего ребенка, вот единственный анализ, где нам дали прямой телерубик, единственная была фракция, и что мы с вами видим? Если посмотреть на 24-е, у нас получается 2,6, вроде бы надо искать патологию сердца, здесь у нас он снижен и опять он повыше, и вот что с этим делать? То есть интерпретация этих показателей для нас, в общем-то, остается очень пока туманной, скажем так. Дальше мы опять отвернем. Меня. Значит, на практике в результате многочисленных исследований установлена следующая градация значения коэффициента. Если меньше 1, это вирусные гепатиты, а если 1 и более, но до 2, это хронические гепатиты и дистрофические поражения печени, и если более 2, это алкогольные поражения печени. Поэтому, если при лечении, к примеру, заболевания вызванным токсическим воздействием спирта, удается снижать значение коэффициента, то это говорит об эффективности препаратов. Аналогично можно судить о результатах лечения острых гепатитов. Только в этом случае о положительной результате можно будет говорить, если удастся снизить до нормы АСД, а соотношение ферметов, наоборот, улучшается. И в итоге, да, мы с вами понимаем, вот то, что нам сказала сейчас Алена, мы с вами понимаем, что мы должны иметь какую-то патологию в печени, какие-то дистрофические возможные изменения, надо с этим очень серьезно разбираться. Щелочная фосфатаза, ну, принято писать аббреватуру ЩФР. Это, значит, источником примерно 95% циркулирующей щелочной фосфатазы, это печень и кости. Значит, этот фермент, он находится внутри печеночных желчных протоков, он находится в клетках, которые имеют выросты в виде, ну, так, каймы, которые образуют реснички, ну, похожие на реснички. Если повреждаются эти клетки, то щелочная фосфатаза попадает в кровоток. Щелочная фосфатаза обеспечивает отделение фосфатных веществ от сложных эфиров и их доставку ткани организма и содействует желчеводжащему процессу. Норма зависит от возраста и откола. Но откола это зависит уже в кубертатном, ну, есть различия уже в кубертатном периоде. Ну, вы посмотрите, да, то есть мы видим нормы, да, и смотрим на наш ребенок. Ребенок у нас почти 6 лет, да, вот это, вот, выделены на это его, да, доживающие нормы, да. Гаммонглутамилтрансфераза, ГГТ. Это специфический белок, который накапливается в печени, почке, селезенке и пристательной железе у мужчин. Однако, все-таки высокий процент, ну, концентрация этого вещества, все-таки приходится на долю печени. Фермент находится в внутренней среде гептоцитов, в их оболочке и под ней. Избыток энзима обнаруживается при болезнях печени и поджелудочной железы. Также норма зависит от возраста и откола. Но откола все-таки в кубертатном периоде идет отличие. Для девочки до 23 процента, до 23 единиц на литр должна быть норма. Спасибо. Дальше мы будем. Предоставление слова нашему доктору. На доктор гастроэнтеролог, очень хороший доктор, мы с ним в свое время работали в одном отделении. Замечательно. Вот она нам сейчас о синдроме гептоцитолиза более подробно для того, чтобы у нас в институте отдалось понимание, что же мы делаем дальше. Таким образом, синдром гептоцитолиза представляет собой клинико-лабораторный синдром, характеризующийся повышение АЛТ-АСТ как следственной специфической реакции клеток печени на действие повреждающих факторов. И проявляется на клетчатом уровне разрушение гептоцитов. Соответственно, по МКБ на этапе дообследования можно кодировать, как К-75-9, это воспалительная болезнь печени, уточненная, и К-73-9, хронический гепатит, неуточненная. Соответственно, сущность процесса цитолиза состоит в нарушении целостности мембран, выходе внутриклеточных ферментов из цитоплазмы клетки в межклеточную жидкость или в кровь, и где уже становится возможным определение трансаминаза. Наиболее часто, как уже сказали, в качестве маркеров используется АЛТ-АСТ, но АЛТ, опять же, более специфично, и определение других ферментов, как лактат-догидрогеназа, стробитол-догидрогеназа, широкого применения не нашло, из-за низкой чувствительности и специфичности. А лактат-догидрогеназа более специфична для поражения мышечной ткани, в том числе также при анемиях, новообразованиях, включая ликозы, а в фракции ЛДГ-1 повышается при инфаркте миокарда, также гемолизе и поражении корпуса. Коллеги, обратите внимание, при инфаркте миокарда, лимфокроволцитоз и поражении почек. То есть та ситуация, которая в основном сделала, мы можем его, конечно, сделать, но, как правило, даже если мы видим изменения, для поражения печени и поражения желудочно-пишечного тракта нужна пятая фракция. Не делает никто. Один раз мы получили, я вот не понял, с вами, получили вторую фракцию, запаниковали все сразу, стали бегать, что-то в лабораторе было сетевая. Что с этим делать? Она также не специфична, эта вторая фракция, то есть для поражения именно желудочно-пишечного тракта печени пятая фракция. Если ее делает ЛДГ пятая фракция замечательная, то есть у нас прям диагноз. Если ее не делают, бесполезный анализ, поэтому я просто к чему говорю, мы же все работаем за день, и в лаборатории еще также работают за день, даже в государственное какое-то учреждение. Тем не менее, зачем тратить на этот показатель больничные деньги, когда он нам не приносит на выходе никакой информации. Поэтому если не делают пятую фракцию, в принципе, его можно не делать. Вот дальше, да, вот остальные маркеры, они на предприятии будут решены. Ну это я про листы, Горьи Владимировичу сказала уже. Да, я про листы. Таким образом, построение первичной диагностической гипотезы основывается на степени увеличения активности, трансаминоз, длительности увеличения, сочетанием с изменением других печеночных тестов и УЗИ брюшной полости. Ну здесь такая просто табличка, дифференциальная диагностика печеночных синдромов основных. Да, вспомните, если у нас не нашу девочку, да, что у нас есть? Есть цитонность, да, он у нее есть, повышение АНДА и СТ есть, да, при холестазе возможно, но что меня очень удивляет, вот, гонное воспаление. Печеночные, что? Вперед? Да, нет. Нет, нет. Следующий. Печеночные клеточные недостаточно, в принципе тоже может быть, да. Человечная фосфактаза у нее повышена, что тоже характерно для всех четырех заболеваний. Беллирубин может быть повышен при полистане, у меня там незначительное повышение, но тем не менее есть, да. Альбумин, он должен быть нормальный, снижен, он будет только при печеночных клеточном недостаточности, а он не снижен. Но мы не знаем причины. У нас нет ни везда ребенка, он это верховый на пятистиль, да, нет ничего об этом ребенке. Поэтому тоже вопрос может быть, смотрите, она была у педиатра, она была у гастрагировки, у педиатра неоднократно и нигде физического развития нет. Совершенно. Опять-таки, гамма-глобулин, который для нас важен, он просто нельзя. Поэтому вот здесь мы можем творить убытик трех составляющих, которые нас действительно могут нацелить на диагноз. Здесь чуть меньше, хотя тоже вопрос пока остается открытым. И здесь давайте посмотрим дальше. Значит, мы смотрим ее анализы. Вот они. Цитулис, холестаз, иммунное воспаление. Что мы там видим? Вот нормы, которые уже в последующем анализе были, да, мы с вами видим здесь до пятидесяти, а если, тем не менее, если до пятидесяти, то у нас сколько? Получается 6 киом, да. Если 34, то уже почти 10 киом. Да? Это поражение печени уже, АЛТ. И если посмотреть на белковую фракцию, да, у нас, к сожалению, гамма нет, то аргумент все-таки ваш. Следующая оценка, как построение первичной гипотезы, это узи брюшной полости. Оно, естественно, мало информативно в отношении дифференциального диагноза, определения стадии поражения печени и морфологических изменений. Но, тем не менее, помогает выявить размеры определить печени, гепатоспленномегалию, признаки портальной гипертензии, ну, понятно, что это уже о циррозе печени, или нарушение проходимости желчных путей, ну, эхогенной структуры печени и наличие свободной жидкости брюшной полости. И, конечно, наиболее информативными вензуализирующими методами остается МРТ-холангиопанкератография, КТ. Количественные изменения степени изменения печеночной ткани проводятся с помощью непрямой эластографии или эластометрии печени, лабораторных индексов, ну, и биопсии как золотого стандарта диагностики. Ну, коллеги, скажем так, биопсию почти не день не делают. Сейчас у нас стоит вопрос о том, чтобы решить вопрос, потому что у нас открывается лимитый центр для тех, кто с данным с метамолическим синдромом, с фокусом, после этого уровня холестидина открывается новый центр, открывается в больнице в Башляеве, и... я не знаю, с ухома. Вопрос здесь в том, что... мы сейчас как раз решаем вопрос о том, что где мы будем делать биопсию печени, если это будет такая неопадность, но эластография на сегодняшний день является действительно очень вот такой качественным методом, и делается она может просто на хороших разруковых аппаратах, как просто стоять специальный датчик. Достаточно удобное исследование, как скрининг нас устраивает очень. Как мы уже говорили, МРТ-фалангиопанкреатография не сложный метод, не инвазивный для ребенка, он более напряженный для специалистов. Почему? Потому что сделать его можно маленькому ребенку только под наркозом. А исследование на самом деле делается на дыхании. Вдох задержали дыхание, выдох задержали дыхание. Соответственно, что когда наркоз, дыхание просто более часто. Соответственно, получается не очень такая красивая картинка, не очень четкая, и специалисты очень часто делюсь. И многие организации вам будут говорить, мы детям не делаем, до свидания, это невозможно. Коллеги, это возможно. В нашей больнице у нас очень сильное отделение лучевой диагностики. И вот они уже настолько приноровились делать это в наркозе, они очень хорошо описывают. Поэтому на самом деле это реально, это возможно. Надо только договариваться со своими специалистами. Договориться можно, я вас уверяю. На некоторых специалистов у меня уходило 15 лет, на некоторых чуть меньше. Но договариваться, все дрессируются. Поэтому если мы посмотрим на ультразвук, который был проведен у этого ребенка, посмотрите, что нам пишут. У нас нет полного даже описания в выписке. Признаки перегиба шеи и желчного пузыря являются болезнью. Нет. Форма носа, цвет глаз. Ничего. Печень обычных размеров, топография размера доли не изменена, хогена средняя. А ничего нет. А гептоцитолиз есть. И что? То есть, если мы вернемся к этой табличке, если мы с вами вернемся вот к этой табличке, то мы с вами должны понимать, что у нас есть цитолиз, холестаз, иммунное воспаление. Возможно, учитывая изменения, которые мы у нее видим, а на ультразвуке мы не видим ничего. И вот тут мы с вами попадаем в общем-то в ситуацию для нас сложную в диагностике, потому что хорошо, что у нее пока нет изменений, то есть у нее нет предсеротических проблем. Это та ситуация, с которой можно справиться, но мы не понимаем, с чем мы работаем, мы вообще не понимаем пока что это. И если мы с вами посмотрим, то вот этот вопрос для нас остался открытым. А в какую диагноз поставить? Ну, при первичном обращении хорошо. Синдром гепатоцитолиза, невыясненного кинеза. А дальше? У кого-нибудь есть идеи? Что искать-то будем? А вот, приступайте, пожалуйста. Это что, гепатиты-то мы получили? Гепатиты получили, отрицательные. А, все отрицательные. А уилонные гепатиты? Легантные. Возможно. Токсические. Да, сейчас будем разбираться. Ну, вот смотрите, буквально не так давно, наверное, пару месяцев назад у нас была такая ситуация. Я была в командировке, мне звонят заведующие инфекционного отделения, мы спросят, срочно прям приехать. Сложный ребенок не понимает, почему. Хотят перевести его в отделение соматики из инфекции, потому что у нее высоченные трансаминазы, а болела она из температурной инфекции. У нее была температура небольшая и рвота. И все, собственно. Ни темного стула, ни желтой кожи, ничего такого абсолютно не было. Высокий трансаминазы. Так у меня не было, я попросила Александру в Кечку, горяй, и она съездила туда. И она и пишет, что состояние и вообще изменение ферментов в печени неизвестно, непонятно, да, и целесообразно перебрать еще раз гепатиты. При этом она написала еще гепатит Е, и у нее действительно выявляется гепатит Е. Это то, что мы не берем каждый день, поэтому это к слову о том, что ей взяли А, Б, С с вероятностью, а, не знаю, данных нет. Написано, что маркеры отрицательные. То есть я вот представляю вам сейчас вот это вот безобразие, где все ошибки, которые были сделаны. Ну, нет данных, да. Поэтому девочку полечили, ребенок спокойно выписывался, домой, поэтому был ли здесь гепатит Е? Я не знаю, и скорее всего эти анализы действительно неправильны. Если мы с вами посмотрим на основные причины гепатоцитолиза, то мы с вами понимаем, что может быть инфекционный вариант и неинфекционный вариант. И если мы говорим о инфекционном варианте, вы посмотрите, но гепатиты, да, причем здесь я вам даже Е не указала, а гепатиты, сочетанные с Дельта, а гепатиты, которые вообще не дифференцированные гепатиты, вирусные, тоже возможно, цитомигаловирусные инфекции, характерные для детей младшего возраста, веб-инфекция, токсоплазмоз, любые паразитозы или стереоз, к сожалению, не редкость в наше время, сальмонолиоз, арсениоз, это то, что более часто встречается, но существует масса инфекций, которые, та же манерия, которая у нас встречается в крае и летку, но тоже может вызвать гепатоцеплазм. Если мы посмотрим на неинфекционный, посмотрите, токсический гепатит, само собой, аутоиммунный, стоять на втором месте, желчекаменная болезнь с панкреатитом, либо дисфункция сфинктера, вот типа панкреатического, ну типа, что меня страшно возмущает, потому что мы сегодня к этому еще подойдем и поговорим, но на самом деле клиника панкреатита с повышением всех экспериментов в систем и отсутствием другой причины меня немножечко смущает. Неалкогольная жировая болезнь печени, тот метаболический синдром, который мы часто очень видим у подростков, ВЗК целиакия, врожденные пороки сердца и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Посмотрите, как всего много и давайте вспомним нашего ребенка. Что назначил доктор? Герпис вирусы, гепатиты и все. То есть нет никаких данных за то, чем она болела, чем ее лечила мама. Может быть, это был миролистин. Мы знаем? Нет. А миролистин у нас сейчас везде это токсическое вещество. Как он оказал влияние на печень неизвестно. Дальше я передаю трубочку. Это наш доктор-ординатор. Диагностический поиск. Доброе утро, уважаемые коллеги. Итак, мы продолжаем. Рассмотрим, которые провоцируют большие факторы, которые способствуют употреблению тверочной мембраны гепатоцитом. Это, прежде всего, чрезмерное употребление алкоголя, они контролируют прием лекарственных средств, вирусное поражение, неправильное питание, резистентность к инсулину, образование опытов, фористальная инвазия и передозировка витамина D, о чем мы в полном объеме рассмотрим чуть позже. Итак, диагностический поиск. Рассматривая инфекционный вариант, мы проводим диагноз по определению крови на маркер гепатитов А и ПС, кровь на антитилак токсоплазмам, эхинотрокам, экисторхам и аскоридам, кровь на антитилак вирусом Штейна-Пара, кровь, РПГ, диагностикам эрсиниоза, сальмонолеза, элистериоза и фарма-сыворотка. И, конечно же, халл на яйца пустой и простейший. Так, ну, если учитывая, что получена анализ крови на маркер гепатитов А, Б, С отрицательна, но... Мы так предполагаем, потому что мы не знаем, правильный вам, но предполагаем с 3 ягодами. Но мы все же, проводя диагностику, обязательно берем во внимание результат анализов крови на антитилак таксоплазмом, эхиноплоком, эпистолхом, аскоридом. Кровь на антитилак таксоплазмом. ну, на данном слайде антитилак таксоплазмом и известные данные также калл на яйца глистов и простейшие. Ну, пропускаем этот слайд. Так, или данных? Нет, понятно. Пока продолжаем, мы по новой Кристины. Заклистериоз. Листериозный гепатит может быть при септической форме. Листериоза, влядь, если мучихон сопровождается желтухой. Исключительно редко именно гепатит с выраженной гиперферментамии, признаками печеночно-плеточной недостаточности, симптомами острой печеночно-вязок лопатии и талинирует в клинике листериоза. Редкий случай листериозного сепсиса с летальным исходом. В клинической картине преобладает синдром фульминатного гепатита. Я чуть привожу к первому, доктор Карит, на самом деле листериоз сейчас не в смысле, к сожалению. На сегодняшний день достаточно опасная инфекция, но самое ужасное, что практически нет диагностических, постоянных диагностических тестов именно на листериоз. Не в нашей странице в лаборатории тоже нам дают очень много сомнений. Специально позвонил в Жгитро вчера и посмотрел все лабораторные диагностики, которые нам дают. Везде очень много сомнений, низкочувствуют специфические. Что крайне неприятно, не так давно мы в Химкинской больнице прилечили ребенка с менингитом по стереозной, крайне тяжелой формой, но хорошо нам помог институт эпидемиологии, потому что как это профессор Гарилова и была возможность отвезти. сыворотки и посмотреть ликвард. Все остальное диагноз не стоял никогда, потому что очень сложно. Что касается листериоза, на сегодняшний день единственный достоверный препарат бактериумфабов есть в Америке. Он зарегистрирован как лекарственный препарат только для обработки фруктов и кристерии. В нашей стране этого нет, обрабатывается совершенно по-другому, поэтому учитывая, что наши родители едут везде, нельзя упускать резкий вариант, но вполне возможный. Поэтому об этом мы тоже должны помнить. У нас ребенок не болел так тяжело, но тем не менее, мы должны помнить, что это ситуация вероятна. диагностика. Окончательное установление диагноза возможно лишь с помощью стереологического метода либо холимиразно-типной реакции. Листерии могут быть выделены от больных из различных клинических образцов. Крови, фекалии, кроме того, возможно выделение листерии в мазках из ротоклотки из фекалий здоровых людей, что расценивается как весь симптомное носительство. Методы серодиагностики листериоза детально не разработаны. При определении специфических антител доступными в настоящее время методами имеют место как можно отрицательные, так и можно положительные результаты исследований. Лечение. Необходимо как можно более раннее назначение антикутериальной терапии. При локализованной форме препаратами выбора являются ампицелин, амоксицелин, котримоксадзол, перитромицин, тетрациклин, доксициклин, хлорамфиникол, средних терапевтических дозах внутрь. В случае неэффективности такой терапии необходимо произвести смену антикутериальной терапии с учетом чувствительности штамма листерии, выделенного от больного. В последние годы появились сообщения об эффективности фаргумицина и меропинема. При необходимости проводятся инфузионная терапия, дезинтекционная, а также дезинсимилизирующаяся синтезинкопатическая терапия при лечении сопутствующих заболеваний. Кирсиниоз Желтушная форма развивается либо одновременно с гастроэнтрополитической, либо спустя 2-3 дня после дисфункции кишечника. При этой форме на первый план выступает символом поражения печени, развиваются токсические гепатиты. При этом жалобы на тяжесть и боли в краевом подреберье иногда злут кожа. Выявляется желтушность кожи и склер, печень увеличена, болезнена при пальпации. Отмечается потемнение мочи обесцвечивается как? Определяется гипербилеруменемия и гипертрансаминадземия. Диагностика Диагноз ставится на основании характерной генической симптоматики и подтверждается бактериологическим пассивом, а также выявляются специфические антитела сирологических реакций. Лечение Показано значение антибактериальной терапии, а именно левомицетина, цифроцеплина, гентомицина, а также антипистаминных средств. В тяжелых случаях применяется оливитамин и противовоспалительное средство. При опендикулярной форме возможны хирургические лечения с проведением полной объема антифериального лечения. Эхинококкоз Возбудителем эхинококкоза является цепень эхинококкоз гранулезус. На стадии личинки либо кисты, которая паразитирует у собак, промежуточные хозяева паразита это человек, овца и ротно-рогатый сухой. Сирологические исследования положительные результаты эмоферментного анализа и хинококковой жидкости наблюдается в приблизительно 85% случаев. Все сирологические реакции могут давать положительные и ложно-отрицательные результаты. Приблизительно 30% больных в крови обнаруживает циозинофилии более 7%. Рентгенологические изменения включают высокое стояние и ограничение подвижности правого кутула диафрагмы, гепатомегалию, кальцификацию, кальций откладывается в эпатацисте, что на линобряде проявляется как отчетливое круглое либо овальное затемнение, либо это просто отдельные затемненные участки. При этом необходимо исключить классификацию в соседних ткальных органах, таких как надпочечники, почки, желчный пузырь, брюшина, диафрагма, реберные крещи, старые поддиафрагмальные абсцессы. Обнаруживаемые в эхинокоповой кисте поддельных тела свидетельствуют о наличии дочерних кист. В инфицированных кистах, содержащих газ, может определяться уровень жидкости. Эхинокоповые кисты печени могут вызвать смещение желудка или печеночного изгиба ободочной кишки. Характерные биологические изменения могут обнаруживаться также в легких сереженках почков в костном мозге. Например, кисты эхинокопов печени. При помощи селективной целиакографии обнаруживают выпрямление и удлинение печеночных артерий с наличием авоскулярного участка. При УЗИ или карте обнаруживаются одиночные или множественные кисты, которые могут быть одна или многокамерными тонкой или толстой стенами. Энфицированные кисты плохо различивы. При МРТ можно обнаружить характерный интенсивный контур дочерней кисты и расслоение оболочек кисты. При помощи этого метода можно определить внутри и вне печеночные разрывы кист. При эндоскопической ретрохалаген пеприатографии обнаруживаются кисты желчных продуктов. А вы в том в этой ситуации смертельные случаи, которые были описаны, когда печени практически не обнаружили. Вольные у нас гибали от астеза мозга. Когда пехиноком кисты обнаружили весь мозг. В свое время, когда это пытались оперировать таким открытым способом, точно эти пациенты умирали все, потому что как только вскрывалась киста, попадала в кровь, все практически все разносилось по разным тканям органов, давно уже от этого ушли. Я, к счастью, видела только два варианта хинококса в своей жизни и слава богу, что все обошлось благополучно, потому что введение в то время был клей ВР, по-моему, вводили в эту кисту. Сейчас другие методики для того, чтобы она схлопнула с этой кистой, они ее склерозили. Есть такие методики. Ну, вообще, на самом деле заболевание очень тяжелое. Мы это видим с вами, конечно, редко, потому что у нас большой город, и у нас здесь нет такого хозяйства с животными, от которых можно все это получить. Но, тем не менее, у нас большой город с мигрантами, у нас очень большой город с передвижением людей, общим, да, и очень многие люди у меня из Леонида был очаровательный мужчина. Вот, журнал «Плейболь» просто вышел красавчик, весь такой из себя и говорил, что у него свое хозяйство. И они там выращивают кролики, этого гигантского кролика, вот такого держать куда лучше, просто огромный. Они купили частный дом, поэтому понимаете, что у них кролики, свинки, лошадки и так далее, и так далее. Вполне возможно, что вот абсолютно ничего не предвещает иметь такое заболевание, и тем не менее, мурашные, в общем-то, это тоже помнят. Аскаритоз. Особенно воспространен на Дальнем Востоке, в Идии и в Ужной Атлете. Яйца круглых червей, аскаристю, млекаидоз, попадают в печень при ретро-градном токе желчи в желчных протоках. Они вызывают развитие иммунной реакции, поэтому яйца, гигантские клетки и гранулиомы оказываются окруженными плотными геосинопильными инцитратами. Длина взрослых червей достигает 10-20 см. В отдельных случаях они могут усилиться в общем желчном протоке, вызывая частичную обструкцию желчного протока и развитие холангиогерного абсцесса. Аскариды могут послужить ядром для внутрепеченочного камнеобразования. Осложнением являются желчные колики. При обзорной энергенографии брюшной полости можно обнаружить классифицированных паразитов. Клиническая картина складывается из симптомов острого холангита, острого холангита, желчные колики, острого панкреатита и в редких случаях абсцесса печени. При УЗИ выявляются длинные линейные эндогенные структуры с характерными движениями. Метод используют для наблюдения за миграцией червей. При эндоскопической ретро-холангит глиатографии аскариды выглядят как линейные дефекты наполнения. Можно наблюдать перемещение паразитов из 12-перстной кишки в желчный проток и обратно. При эндоскопической ретро-холангит глиатографии аскариды выглядят как линейные дефекты Трихинеллез Заболевание развивается при употреблении в пищу сырой инфицированной свинины. В дальнейшем обнаруживается диссеминация личинок трихинелла спиралис по всему организму. При гистологическом исследовании печени в синусоидах могут обнаруживаться личинки трихинелл и жировая дистрофия печени. Диагностика представляет трудности за исключением случаев развития эпидемии. Обнаружение эозинофилии позволяет предполагать диагноз боли в мышцах и их болезненность может послужить основанием для выполнения биопсии мышц. Лечение При обструкции желчных путей показана эндоскопическая ретро-халатная патриотография. Лечение самое малое результативное. В стадии миграции может оказаться эффективным применением мобитлозола. Однако в более позднем периоде его эффективность сомнительна. к сожалению сегодняшний день у нас есть в Москве уже рестораны охотничьи пухи. Вероятность необработанного мяса к сожалению очень не пока. У нас не тогда было несколько пяти детишек и несколько химелиозов которые просто с родителями съездили в ближайшем замка в какой-то ресторанчик лесной пообедали непонятно чем то мясо кабана медведи конечно никто не ест но и медведи были тоже такие а очень много людей у которых есть возможность заводичной хозяйственной взаимодействовать маму говорят а мы ничего такого не едем в магазин не будем за свинину покупать лосяти покупать медвежатину кабана понятина и так далее даже если они хорошо обрабатывают они привезли взяли положили и все инфицировали соответственно тоже вполне возможно забывать об этом вообще нельзя надо взять и спрашивать все тексакарос но с подействием заболевания является паразитом тексакара камес и тексакара мистерс переносчиками служат собаки и кошки на второй стадии развития у человека наблюдается поражение печени с образованием гранулем заболевание сопровождается гептонегалеи рестивирующей пневмонии эрозинофилии и гипергаммоглобулиномии результаты иммунфлюоресцентного анализа сыворотки положительны для лечения заболеваний возможно применение диетилкерпомасина и терминазола и так обратить внимание необходимо на анализ крови на антитела вируса Экштейна-Бар это ранние антигены иммуноглобулин М иммуноглобулин и ядерный антиген иммуноглобулин М и G и ядерный антиген иммуноглобулин вирусных инфекциях и раннего возраста характеризуется большим количеством и разнообразием хронической картины стандартным компонентом орхологической картины включающей своеобразной и похожей на соблюденный глаз в микронической клетке либо естественно динам резервуарензайм является природой только человек из-за зараженного организма происходит деление вируса происходит с мочой со свиной слезной жиркостью могут заключить магинальные и цепикальные стеклеты грудное молоко и кровь грудное молоко рассмотрим пока стамигаловирус инфекции при попадании в организм стамигаловируса происходит поражение клеток хозяина с образованием в них множественных дочерних клеток после вируса с образованием внешней оболочки непосредственно склеток пораженного стамигаловирусом клеток вируса дальнейшее распространение их непосредственно ткани мимфодной ткани с поражением макрофагов лимфоцитов образования в них до 10000 вирсов единиц при этом в клетках которых образуется внутриядерное включение клетки в множество раз увеличивается в размерах ядро также увеличивается в размерах и смещается в клеточном браке которое вы можете заметить на данной слайде и вмещено понимает противо соединенного глаза исследуют отметить что цитарно-галовирусная конфликция имеет выраженную трапизму клетками в теле членов желез поэтому чаще всего и щелезы исследуют дифференцировать ЦМВ с монуклиозом инфекционным инфицирование цитарно-галовирусная инфекция находится в латентной форме находясь в монуклиарных следках периодически реактивируясь так итак посмотрим сейчас гепатит гепатит как мы поняли из данного слайда происходит персистенция с поражением важнейших защитных клеток макрофандурных моноцитов вновь иммунная система происходит снижение выработки антител гепатит как следствие продолжается персистенция вирусов во влечении воспалительный процесс инфицирования гепатитов на фоне незрелости гепатитов действий со стороны аук антител и натуральных гилеров подвергаются инструктивным изменениям как следствие развития микроза гепатитов теперь вернемся в целом к этой картине эта картина освещает целую т.е. патогенез ацетикологической инфекции с поражением многих органов и систем в организме хозяина обратите внимание на что важно здесь отметить что при врожденной патологии чаще всего выражается головной нос с развитием энциклорбитов также поражается среди нерсов и среди нервов осложнений поражение лёгких с развитием гневмонии гастроэнтеритов с поражением желудка и веноскресной кишки также поражением сухого аппарата 60% случаев с англентальной симптоматикой непосредственно у плода то есть у беременной женщины после рождения ребенка отмечается глипота также нервисоцирует полухость если сделать КТ, МТ инерсионографии то мы можем увидеть картину с проэкологической фикцией с отложением рентрикулярных тексификатов с последующим гипоплазией коры и атрофией целом коры мозга и следует сюда добавить о чем мы говорили ранее развитие поражения печени и развитие синдрома и поражаются деформации зубов нарушение привкуса и живописно самое интересное я не понимаю что это тот же инфекция и для ребенка в 6 лет даже если мы это находим важно? она ничего уже не получится никакого гепатоцитолиза даже если она переборит инфекция респираторная инфекция мы ничего не получим если мы с вами посмотрим специфичность я просто к чему хочу смотреть специфичность определения 100% а чувствительность это не меньше должно быть для того чтобы мы могли поставить диагноз смотрите у нее иммуноглобулины G превышающие норму к ЦМВ хорошо методом ПЦР выявляется вирус герпеса 6 типа вирус Эпштейнбар то есть вот это нам надо было брать как анализ принципиально нам было ЦМВ в 6 лет для этого ребенка абсолютно потраченные деньги банально да мы все сейчас считаем деньги вот придет страховая компания скажут зачем это брать принципиально нам ничего ни для операции ни для поражения сердца ни для поражения ее желудочно-кишечного тракта абсолютно неинтересно в другой момент если мы с вами посмотрим на уровень ее трансаминаст то по сути дела даже если она сейчас этим переполеть мы ничего не увидим ничего абсолютно не будет потому что этот вирус самый страшный именно для плода да то есть с этим ясно а что вот делать чуть обратно что нам делать вот с этим вот скажите мне пожалуйста вот мы получили этот результат что нам с ним делать хорошо по церкви взяли пожалуйста 65 копий и что вот вот она сейчас не болит анализ взят уже на тот момент когда она поправилась да вот смотрите 22-го острый назов фаренгет легкое течение насколько мы помним как она болела 37,5 кашель нахуй все ни лимфоузлов ни ангины ни высокой лихорадки ни тем более боли в животе диареи и так далее ничего не было ничего не описано вот мы взяли да вот этот анализ мы понимаем м есть и g и что ничего ничего обидно ничего не а сколько она болит не можем сказать она сейчас у нас не болит вот по этим результатам можем сказать не можем не можем давайте посмотрим вот на что смотрите если мы с вами посмотрим на вирус Эпштейнбарн да то посмотрите 60 процентов детей первых двух лет жизни обдороживается и у 100 процентов взрослых мы все с вами рано или поздно переносим в конферкцию гарантированно абсолютно и если 50 назад это расценивалось как доброкачественный ликоз за счет чего увеличение печени лимфоузлов молокулиаром анализе крови да ну это все выдавливало в общем высокой лихорадки естественно расценивалось так когда выявили вирус Эпштейнбарн когда его нашли да стало понятно что мы лечим однако до сих пор у нас какое-то газуистическое отношение к этому заболеванию и почему-то мы все время начинаем назначить какую-то совершенно неодноклассную терапию а ведь посмотрите по сути дела да в различных регионах мира заболеваемость острой формой до 80 случаев на 100 тысяч населения это же не плод если мы взрослые сто процентов это переносим то по сути дела это более примерно как обычная респираторная инфекция да и в общем-то все через это прошли все не важно что нам это не реагностировано с большой вероятностью это и есть а каким образом нам поставить диагноз если вот знаете хроническая форма возникает не так часто если мы с вами посмотрим до входные ворота верхние дыхательные пути дальше у нас инфицируется б-лимфоциты и поликлонарная активация б-лимфоциты а вот теперь посмотрите как интересно в первую очередь тримфолинный орган миндалины печень телезенка то что мы и видим по сути дела в обычной ситуации если мы с вами посмотрим ну действительно вся почти иммунная система запускается как и любой гербисвирусной инфекции вот это я вчера взяла из наших методических регионизаций российских которые что мы с вами должны делать да посмотрите клинический анализ крови и мочи ребенку взяли биохимическое исследование крови серологические маркеры другие герпесы хламидин и капазмы проигномированы УЗИ сделано консультация лор врача ЭКГ ну практически диагностические а диагнозы нет потому что вот эта цифра это не о чем что это такое на каком этапе это острое состояние ребенок болеет 2-3 недели ребенок болеет полгода это реактивация старая это что никто из нас по этому анализу ничего сказать не может а вот почему если мы с вами посмотрим лабораторную диагностику наибольшую значимость для серодиагностики имеют определение антител к вирусным капсидным антигеном ранним и нуклеарным или ядерным антигеном то есть мы должны определить 6 показателей а не вот эти два которые нам вообще ни о чем не говорят почему посмотрите вот самая банальная вещь вот он ранний антиген да вот он начинает повышаться извините в четвертой неделе самый пик раннего антигена в четвертой неделе капсидный М начинает повышаться раньше почему потому что вирус очень хитрый вирус имеет 3 оболочки проникая в первую оболочку внедряясь в клетку мы получаем с вами вот этот ранний капсидный и ранний антиген дальше когда вирус уже прошел дальше мы с вами имеем снижение М да снижение М и повышение G вот оно то есть если мы здесь вот в этой точке смотрим у нас почти будут одинаковые показатели то есть это вторая неделя а если на четвертой неделе мы получаем М и видим низкие G высокие это очень хороший прогностический фактор но это все простая фаза а если мы с вами видим допустим капсидный М да и ядерный вот этот ядерный который должен быть уже внутри клетки высокий то мы можем реактивация процесса то есть вот пожалуйста если это на одном уровне будет реактивация процесса если же он снижен и не будет вот этого повышения то мы с вами просто напросто говорим о чем о том что у нас мы перенесем инфекции что может быть мы попали вот в эту точку когда взяли анализ на какой день получается две недели две три то есть мы не имеем полные картины а взяли что вообще непонятно какие показатели это М ни М ни G вообще не ясно поэтому говорить о том чем болеет наш ребенок я не знаю потому что вот по этим показателям мы не можем ничего доказать и у нас совершенно непонятная история и если мы с вами посмотрим на этот диагностический поиск дальше то мы с вами понимаем что РПК с диагностикой карсинеоза сальмонелеза листериоза вообще проигнорировано а мы с вами прекрасно знаем что сальмонелез может протекать не как кишечная инфекция а как бы не кишечные проявления с поражением суставов с поражением горнохематозных органов в том числе и точно так же эрсинеоз и псевдотуберкулез которые не будут протекать как кишечная инфекция опять таки данных за это у нас с вами нет то есть посмотрите сколько у нас с вами вопросов да вопрос достаточно ли полученных данных для постановки диагностики ну врачу-то не творил поиск и назначил почему-то умномодулятор вот на что назначен был изначальный умномодулятор для меня до сих пор вопросов я понимаю что каждая мама которая к нам приходит она хочет от нас понимания и лечения ребенок болеется вы лечите чем-нибудь ну а будем назначать умномодуляторы причем я не очень поняла зачем было это сделано сразу но он продолжит что интересно и вопрос какое заболевание вы видите какое заболевание вы видите каком-то есть ответ ну а чем вызваны такие факторы у нас вот мы с вами уже тут ковыряемся копаемся уже сколько часа полтора ну больше часа точно а чем мы валили вот сейчас хотя бы есть какое-то представление о том чем боле берем почему трансминаз почему трансминаз почему так тихо почему так тихо почему так тихо то есть у нас все равно вопросы девочки еще раз осматриваются гастроэнтерологом и посмотрите какой диагноз стоит сказочный болезнь шелчеводящий путеве неудочненная дисхолия реактивная гипотопатия это вообще что то либо это реактивный гепатит он может быть имеет право на существование если это реакция на что-то вирус бактерия антибактериальная терапия системное заболевание может быть безусловно да но тогда мы должны со временем определить это лекарственный токсический либо какой-то еще не ясно что это такое а теперь их видать стол номер пять дежурный стол без объяснения чего-либо питье дробное питание урсофальк остается на месяц что за мы сами разбирали уже по поводу урсофалька месяц это ну непонятно зачем назначается на месяц дальше назначается неизвестный препарат убегу крошка совершенно любез я даже не хочу это комментировать потому что никаких данных клинических исследований вообще нет что-то такое хафетон ну хорошо и тот и другой имеет право существование длительность назначения совершенно не ясно рекомендованные обследования то что мы должны с вами рекомендовать вот это наше с вами уже сейчас то к чему мы пришли для понимания процесса стадии заболевания В мы должны взять антитела иммуноглобулина G крайнему антигену антитела L и G к активному антигену и антитела к ядерному антигену и только по совокупности четырех мы с вами можем сказать какая стадия заболеваний потому что насколько мы понимаем это 80% к 5-6 годам переносит эту инфекцию что да мы с вами не знаем это реактивация ее когда-то перенесенной потому что то как она болела сейчас 37,2 х с вашей насморк это либо инфекция то есть это явно фазуистика какая-то смотрим дальше РПГА с диагностиком керсениозу сальмонеллезу коллеги диагностический ситр в парных сыворотках 1 на 200 если меньше значит либо мы не вовремя взяли первый анализ мы с вами обязаны взять на седьмой день от начала первых проявлений неважно чего это может быть виникишечная форма а вот через неделю еще раз мы должны взять повторный анализ если на десятый день мы можем взять РПГА но повторная парных сыворотка должна быть через 7 дней для того чтобы мы могли их сравнить потому что существует определенная стандартизация поэтому если мы с вами видим нарастание титра мы говорим о том что процесс еще идет если же мы здесь изначально видим 1 на 200 как диагностический титр а через 7 дней он будет 1 на 50 1 на 100 лаборатория по моему витры могу ошибаться дает не 1 200 а 1 160 это тоже диагностический титр у них это описано поэтому мы можем как бы на это ориентироваться 1 на 160 это диагностический титр потому что не от 100 а от 80 это просто разные системы подсчетов у них таксокары а пистол хихинококе должны должны наши мамы очень любят суши невероятно и дают часто очень детям таскают их с собой а мы сами не знаем мы не живем на берегу океана и рыба откуда что какая неизвестно вероятность того что можно получить пистопоз вполне может быть что касается гепатита безусловно нам надо его взять потому что гепатит не может дать вам такую картину да и мы можем безжелтушную форму темную манчу который мало одни зубки мама мама в этой ситуации и что за желтоватый зуб стул желтоватый какой он желтоватый то есть вот описание тоже нет не очень понятно да и целесообразно все таки на простейшие глисты брать анализы правильно потому что если мы с вами этого не делаем с большей вероятностью ни одного простейшего мы там с вами просто не увидим не очень быстро погибает в окружающей среде холодным калом это мы можем сделать теперь смотрим дальше смотрите следующий прием педиатра это уже если ребенок у нас первый раз болен 12 апреля 12 апреля прошло 2 месяца мы с вами видим контрольные анализы когда он уже получает курсофальк у нас все равно общий белиорубин выше нормы при этом АСТ выше нормы АЛТ вышли но они снизились хорошо хорошо а почему они ненормальные ребенок ничем не болеет в течение двух месяцев ребенок здоров у него нет респираторной инфекции у него все хорошо да а тем не менее трансаминазы не нормализовались а следующий анализ смотрим да проходит еще две недели да да мы видим снижение но нормы нет все равно нормы нет да но она выписывается по клиническому здравлению гепатопатии ябру которые вообще неизвестно что это такое диагноз до настоящего момента все равно остается очень сомнительной и следующий момент если мы посмотрим на неинфекционные варианты что у нас генетический маркер болезни жильвера возможно они нам здесь нужны очень срочно надо маме бежать сдавать принципиально она может вообще этого никогда не делать и уровень пелирубина 30 35 29 принципиально ничего не изменит для сути этого ребенка даже если даже если бы это был мальчик и шел бы в армию то есть принципиально не важны эти цифры они ничего нам не дают в другой момент что мы уже говорим при болезни жильвера не будет поражение структуры печени клетки печени абсолютно не так и как бы это ничем не грозит и трансминаз не повысится поэтому это мы можем сделать но не настолько нам это надо гормоны щитовидной железы безусловно нам это возможно нужно если мы там имеем какую-то клиническую картину потому что поражение эндокринных органов может дать повышение трансминаз хотя описаны очень редкие случаи а вот посмотрите что липаза зачем воспаление в подшелудочной железе церкви ферритин 2 гилка острового воспаления поэтому мы должны понимать у нас ребенок вообще болеет может быть у него аудоимонный и все это тянется да мы дали кем-то контракт да и стал чуть-чуть получше но освободили немножко клетку подпитали а дальше то что по сути нормализации процесса нет сыворочное железо коллеги медь нужна? нужна всем помню гамма-глутамин трансхеразов а.л.т. щелочная босфатаза и витамин D потому что даже дефицитное состояние или гипервитамин D мы там дальше к нему немножко позже вернемся тоже может дать такую ситуацию коллеги а вот это вот зачем? ну нет у ребенка в ней ну чё так делать? хорошо УЗИ с пробным завтраком МРТ холанки-контреатографии Зачем? что мы помним ГУЛОВНИКО? перегиб железо учитывая если мы предполагаем холестаз вспоминая наш диагностический поиск возможен холестаз мы можем сделать УЗИ с пробным завтраком безусловно мы должны это сделать мы должны понять сокращается не сокращается с какой скоростью может быть есть дисунцы билиантового тракта который приходит к холестазу да? и как правило это что? дисунцы либо сфинктера ОНДИ либо дисунцы желчного пузыря вспоминаем мы сами уже это разбираем но МРТ холанки-контреатографии нам даст что? все выводные протоки печени желчевыводящих путей и желудочной железы то есть мы увидим практически всю протоковую систему очень хорошо для этого мы можем это сделать абсолютно неинвазивно для ребенка может быть не очень приятно для самих диагностов если мы с вами вернемся к критериям дисфункции билиантового желчного пузыря в соответствии с римским критерием 4 да? первое бильярдная боль отсутствие бильярдных камней структурных изменений и так далее но низкая фракция выброса дисфункции желчного пузыря мы можем поставить да, мы не будем делать цинтиграфию это сложно очень даже по Москве это сложно они везде делают в филатовской больнице теперь не делают цинтиграфию они не делают они делают только жертвы ищут только медленные все то есть это не делается поэтому но трансаминазы будут нормальные поэтому желчный пузырь мы понимаем что в этой ситуации меньше нас интересует а вот если мы посмотрим критерии бильярдной дисфункции сфинктера лоди то повышение печеночных ферментов и отсутствие желчных камней при бильярдной боли и изменение функции да по стинтиграфии может нам дать в общем-то ответ на этот вопрос почему повысили странсаминазы потому что любая вирусная инфекция если у нее была дисфункция бильярдной травки до начала заболевания вполне могла так выдать нам так однако тоже несколько сомнительно что так 10 раз критерий панкреатической дисфункции рецидивирующей эпизоды панкреатита типичная боль с повышением амилаза или липаза в три раза визуализация доказательства острова панкреатита смотрите как я могу поставить панкреатическую картинку панкреатита дальше приписка исключены другие причины панкреатита то есть диагноз вот этот очень сомнительный но тем не менее ситуация может быть если у нее до начала заболевания были какие-то проблемы которые посмотрели и мы с вами смотрим это уже февраль 19-го года общий билирубин 38 да аст в норме и сейчас ребенок переносит ветреную оску причем очень интересная фраза есть в выписке ребенок переносит ветреную оску и проходит месяц повторный эпизод ветреную оску вот это меня очень скучает что там внезапная экзантема потому что вирус герпс 6 типа мы видели у нее есть хотя он не имеет тенденции к реактивации поэтому это вопрос фазуистический и ребенок очень взрослый это уже не так важно но вирус сам по себе непростой поэтому пока мы оставляем открыто на данный момент диазон можно его поставить вверх? не можем а теперь я вам покажу вот эту девочку девочка очень интересная посмотрите вот она здесь с мамой посмотрите какие худенькие ручки единственная жалоба пять лет стойка железодефицитной анемии низкая масса тела вот в пять лет когда она пришла в отделение мы с вами видим пять лет одиннадцать с половиной килограмм сто шесть сантиметров так вот первое что мартинное мартинное физическое развитие ну как не важно гастроэнтеролог вы все равно видите пациента в отделении физическое развитие что мы с вами получаем посмотрите сколько у нас тут минус девять и семь минус девять и семь почти минус десять индекс масса тела десять что мы знаем а то нам из этого ребенка когда стали спрашивать маму беременность первая которая протекает на фоне кистозы трех эпизодов герпес вирусной инфекции первый второй тем герпес синдрикс ничего особенного кесаревое сечение в груди не приложено потому что было МВЛ Абгар шесть семь баллов дальше два месяца грудное вскармливание и переводится ребенок на обычную молочную смесь вот уже первая ошибка которая была сделана потому что такой ребенок с такой незрелостью с таким инфекционным статусом изначально кесаревое сечение и не приложено к груди имеет самый высокий риск развития аллергии у короля молока что мы получаем обычную молочную смесь дальше колики отказ от еды с рыгами до пяти месяцев дальше будет прикорм вроде бы мама говорит что становится лучше шести с половиной семи месяцев овсянка мультизлаковая каша сниженный аппетит от единицы на что жалов мама очень плохо прибавляла в весе вес в год семь с половиной килограмм почему это никому не интересовало педиатр это не интересовало вообще констатация фактов в карте есть все что мы видим дальше в два с половиной года боль в животе воды пять раз в сутки отказ от еды ребенок госпитализируется на обследование на минуточку это клиника право делами президента по данным физическое развитие не оценено вообще ни данных ни веса ни роста нет в биохимии крови щелочная фосфатаза в четыре раза выше нормальный билимпин и чуть-чуть у нас повышенная рот при этом маркер гипотекса 21 дальше ничего выписывается ребенок домой но через сутки у ребенка многократная работа субфибрильная лихородка диарея 7 раз в сутки и в тот же стационар ребенок госпитализируется вот так вот а вот ничего и нет потому что потому что и нет вот то в чем она пришла к нам пять лет да и давно а вот что было до этого вот я вам показываю вот пожалуйста что мы думаем чем болеть ребенок сейчас скорее всего это ротовирусная инфекция что она получила в стационаре выписалась и получила ротовирусная инфекция была поставлена в анализе кровепринетов при второй госпитализации посмотрите 300 АЛТАСД гепатит даже Е отрицательный РПГА сделали ксальмонеллезу и осениозу тоже отрицательный карпилобактер посмотрели редко когда карпилобактер может дать трансаминаза но тем не менее даже его посмотрели и расценил как проявление кишечной инфекции ротовирусная инфекция не даст повышение трансаминаза как таково если нет какого-то другого заболевания о котором мы с вами не знаем что у нас получается получает она гепатопротектор три месяца каждые три месяца с перерывом два месяца то есть она все это назначается в течение полутора лет она их получает и в четырем годам вам нужно нормальные показатели то есть мама очень такая непростая она все время очень следила за этим ребенком она все время обращалась если ты скажешь вам равнодушно доктору ничего не надо нет тем не менее и посмотрите с какой алимией она пришла к нам 58 58 смотрите гемоглобин 58 эритроциты 351 цветовой показатель 05 так что ретиклоциты 22 промилля да лейкоцитарная формула у нее возрастная абсолютно не изменена да и что у нас а мсв мсв да есть сейчас я вам скажу мсв 57,8 мсхс 286 рдв нет а нет есть 17,8 мы понимаем что это железодефицитное состояние причем достаточно глубокий дефицит всего биохимический анализ крови посмотрите АЛТ 200 АСТ 240 ГГТ 140 железо 3,2 хотя я рассчитывала что он будет ниже как мы при таких цифрах но тем не менее ферритин всего полтора ЦРБ в норме витамин Д снижен 12 да и общий белок который тоже ниже то есть мы имеем глубокую белково-энергетическую недостаточность тяжелую формулу железодефицитной анемии то есть мы все это имеем и синдром гепатоцитолиза который для нас ничем не понятен что мы в итоге сделали гастроскопии посмотрите при морфологическом исследовании кишечные ворсины отсутствуют вообще как таковые то есть начиная с момента прикорма в раннем возрасте и не поставили взяться с аллергии в белку короля молока то есть ребенок жил с этим столько времени не прибавляя в массе страдал при всем этом первое изменение которое увидели на респираторную инфекцию она отреагировала в первый раз на ротовирус на повышение трансаминаз никто почему-то не вспомнил об этом заболевании и вот профессор Камерики нам смотрит дискологическая картина хронического атрофического а трансаминаза а трансаминаза соответствует клиническому диагнозу глютеновой эндоропатии марш-3С а ребенку 5 лет и при весе 11 килограмм за 3 месяца мы дали энергетический момент неокей и солод за 2 месяца 2 месяца для мамы это был такой шок мягкий но при этом мы решили обладать 1 раз 2 формы витамина D холикарцитрол это 2 формы витамина D холикарцитрол и эргикарцитрол 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 вырабатывается грибами и растениями эргикарцитрол вырабатывается подъездом электронной кожей это главный регулятор ракетофосфона от грызда который усиливает сас в кишечнике или абсорпин или абсорбцией фосфора в постановочных тонналист итак что такое випервитаминоз Это тяжелое заболевание, связанное с токсическим действием на организм повышенной дозы витамина D, характеризующий с классификацией тканей и жизненно важных органов, сердца, сосудов, печени, почек, тканей, внутренних. И внутренний нос характеризуется тремя стадиями. Первая стадия протекает без токсикоза, влетением аппетита, раздражительностью, подливостью и обнаружением кальцизм в моче. Вторая стадия – умеренный токсикоз. Здесь также изменения в биохимическом анализе, гиперкальцемия, гиперкальцемия, гиперцепертемия. Третья стадия – тяжелый токсикоз, упорные охоты, снижение массы тела, выражение печени, почек, это также печени, мышц, патологическая геммонализация костей, отложение кальция в мышцах, почках, сосудах, сердце, легкие, кишечники. И характеризуется их недостаточностью сердечного витаминия. Коллега, ты видел тебя витамина? Ну, мне показалось, что это не было. Балют, я видел, он настоящий. Пришел ребенок, приемл с лапециями. Затылки наблюдались у стеопата, и он рекомендовал 20 капель витамина Д ежедневно, давать в течение года. Затылки опустения, сдали анализ хробина витамин Д, больше 120 лет. Отменили витамин Д и назначил витамина А и Е. И курсопат. Через 3 месяца полностью послезан. Почти. Можно я тоже скажу? Да, да, да. Мы, знаешь, вот просто дайте, как семья, мы все раскатываем. Вы знаете, тоже, это было очень давно, и анализы к ним было. Просто пришел ребенок на прием до годика, где-то 10 месяцев. С жалобами на то, что у него отказ от еды и ввода, пиотическая. Вот. Ребенок клинически, ничего не было, можно было спокойно. Вечень немножко, куда-то увеличен. Вот. И, собственно говоря, я просто стала расспрашивать подробно, что ли, как, чем питается, что ли. И как, получается витамина ТЭС? Да, получаем. Какая тоза? 6-5 лет? В течение какого приема? Полгода. Воспектаку еще? Не помню. Вот. И, значит, была просто такая ситуация, что они были участковые педиатры, и, значит, педиатры сначала назначили по поводу подозрения на ракет, эту дозу, а последующие педиатры уже будут, другие педиатры просто страшно. Получаете, продолжаете, получаете, продолжаете. И вот. И, собственно говоря, тогда было сделано только в музее печени и почек, и там были изменения, я сейчас тут подробно не помню. Вот. Я только предложила, конечно, то же самое все сделать с линдэ, и, вот, и, собственно говоря, все это прошло в течение этого времени. Биохимия не сдавала, она отказалась, она отказалась, а в семье не сдавала. Маму, не очень любят вену, страшно. Но ребенок, он стал есть, пить, их интересовала только клиника, но это просто было такое для посещения. Вот, видите, коллеги, то есть у нас у каждого есть какой-то опыт, доказательство того, что это гипервитаминоз. У нас не официально, гипервитаминоз был написан, я думаю, в 78-м и 72-м году в Африке, когда витамин Д был спиртовой, маму, вместо того, чтобы дать ребенку там, пять капелькам, да, она сдавала до 5 мл этого спиртового разгора, и вот этот случай был описан, вот это есть, это описание этого случая. У меня была еще более газуистическая история, потому что спиртовой витамин Д архуме тут старше поколение, потому что спиртовой витамин Д были молодые, не слышали, что он даже был такой. Так вот, в свое время, у меня была девочка из грузии, очаровательный детеныш 4-х месяцев, но у нее действительно были высоченные трансминады, выше 400, мы ее обследовали полностью, ничего не могли понять. Вопрос стал о том, что точно так же, получаете витамин Д, получаю, все, больше, ну, мне даже в полу это не пришло, потому что это в моей сильном области был витамин Д, в спиртовом виде, соответственно, в грузии, вероятность, он сейчас такой есть, потому что, когда я увидела этот пузырек на тубочке, говорю, мама, а это что? А это наш витамин Д, когда я прочитала, что он спиртовой, он вставил влюбленный, я просто, ну, даже в руках не держала, никогда, тут учи доктором, такой препарат, ангемитник, она давала каждый день по 4 капли, и как только мы это убрали, так, все, надо их не взорвать. Реакция на этанол, реакция на этанол, я не знаю, на что, потому что, как констатация факта, вполне возможно. Димуськи гибрифетиноза Д, лабораторная диагностика гибрифетиноза Д включает в отделение уровня кальция и косморатологии мочи, щелочная косморатаза в уровне метаболизма в космой ткани, при химическом маркере метагибрифетиноза Д с лунами, гидрофальциемия, гипокосатемия, гипопелемия, гипомагнеемия, повышение концентрации кальция ткани и снижение паразм гормонов. Гиперкальциногия, гиперклосатурин, неположительная прогноза Ковича, не имеет гипнотической ценности, поскольку практика не ремидована, ее используют. Легменоверки трубочных костей при гиперклосатуринозе Д фактиризуют интенсивно отложение кальция из трубочных костей, повышенной паразитностью диатриза. При ППСе мышц, почек, печени, желудка, сосуды, сердце нарушивают вражение сабликации. Итак, тут еще следует дополнить, что уровень кальция в моче должно быть в норме не более 2 мг на 1 кг в сумме. В патогене гиперклосатуриноза следует в дополнение по некоторым моментам. Если вернуться поликлицепиролу, который регулирует кальция, кальция, обмен, осуществляется путем усиленной реабсорбции кальция в кишечнике, то есть сасывание кальция в кишечнике, реабсорбции кальция, фосфора, почечная, тональция, отложение соли кальция в костной ткани. И как следует, мы уже видели в диагностике на гиперклосатуринозе отложение кальция в кишечнике, в почках, в мышцах, в печени, при гипсии их обнаружено в отложении солей кальция. Если вернуться к биохимическому анализу, то видим повышение канцеральского кальцитамина. Это как аминсотонная реакция в ответ на повышенном уровне кальция, реализируемого кальция вне в речной жидкости и плазмы крови. И парад вермон понижен как антагонист, который идет как антагонист кальция и тамина. Итак, поскольку парад вермон играет роль повышения реакторизорпции костной ткани и в данном патогенезе гиперклосатуринозе идет снижение функции параштуринной железы, то у нас усиливается генерализация костной ткани, улучшаются процессы всасывания азотовый челинокислоты в основных пучных каналица и как следствие усиливаются процессы восхваливания ресинтеза антерет смещения кислокостной состоянии в сторону алкалоза и в биохимическом гипохимическом баналице крови на другую картину гипокальцермия гипомармельмия и снижение синтеза в округах синтеза гипотоксичного лекарстве гипотоксидонис наиболее часто нежелательные реакции в ответ на лекарственную терапию развиваются со стороны лечения прямое подwege действие лекарственных виществ или их метаболитов подлечен иные опосредованное влияние органов например при развитии реакции гипотоксидонис 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 воспалительный кислот handle мех нейзм диффузная генерация клеток печени гипотоз Вероятность развития повышается при концентрации аппаратов в плазме, кроме более 250 мг на литр. У молодых пациентов с артритом, системой отраски волчан, ревматизмом, гипоальбюмин, ревматизм, тиклофенак, 180 картельных случаев, зарегистрированных в США, острый микроз печени, хронический гипотоз, диосимпроцент. Вероятность повышается у женщин с остеохритом, при регулярном приеме препаратов не менее 6 месяцев. Гипопракет, часто встречаемость и редко, но может быть и гипотезбулярная токсичность и диосимпразия. При невирусном поражении печени, поражение печени при дозе препарата более 600 мг в сутки, а не отличалось. Процитомол, зависимость от дозы, простатический гипотоз, микроз печени, появление токсических метаболитов при перелизировке. Поражение печени в микрозах, отмечено в присуточной дозе более 10 г. Винилпатозон, часто встречаемость на 25% процента. Грумилематозный гипотоз, микрозы с христазом, пилистатоз печени, аллергическая гемотоксичность. В 50% случаев наблюдается аллергическая реакция. Витальный исход наблюдается на 12% случаев. Грумилематозный гипотоз. Два препарата, которые могут привести не только к холестазу, как таковому, но и нарушению функции печеночной клетки, как токсическое вещество. Антиалитминтия, амиодарон. Редко называют гепатит, часто гепатонеглорием. Гепатонеглорием, деброс, терроз, печеночная недостаточность, симптомы похожие на алкогольный гепатит. Наблюдается резкое повышение аспортина, аминтрансфераза и лактаза, гидро-12 крови. Часто отмечается периферическая нейропатия, синеватый цвет кожи, изменение функции щитовидной железы через 4-6 месяцев приема. В тяжелых случаях наблюдается желтуха, асцин, печеночная энцефалопатия. Хидин, в сожалению, сейчас не используется. И противодиабетические средства, производные антибиотики. Тепалоспорин, частота встречаемости 1-10%, легкий гипотоксический эффект. Наблюдается приходящее повышение аспорта с миназа, щелочная процвета с отроли, иногда удлинение протролинового приема. Эритрометин, частота встречаемости 10-30%, гипотоксичность 1-2% желтуха. Смотрите, коллеги, эритрометин, раньше мы часто применяли. А теперь вспомните еще одно действие эритрометин, материноподобное. В Европе очень часто от них используют у маленьких детей, как противорвотное средство. Мы понимаем, что наш ребенок, вероятно, ничего этого не получал, но тем не менее. Ну, вторхиналон мы, в принципе, не даем, а вот те же даже пенициллин. Попробочные действия лекарства вообще отличны? Здесь может что-то старяться, то есть как бы реакции лекарства, вещества, вызывающие развитие желтых. Балаган, гипитры, моноксиды, дазы, гипотиты. Не видно и не слышно ничего. Не видно и не слышно. Балаган, гипитры, моноксиды, дазы, изомиазид, вызывают гепатит. Депегит, гепатит и гемолиз, может быть, хлоропомозин, фенитиазиды, амитроэницин, безодиазепины, фенилбутазон, ампицелин, сульфаниламиды, нитрофураны, хлоропрофамид, толбутамид. То есть большой список может вызвать сколистаз, гепатит. Ампураны, коллеги, как часто мы это назначаем, да? Ампураны мы назначаем чаще, как витамины уже почти. А тем не менее, вот праздник, почему-то не помню. Тетрациклина, гепнотоксичность обладает, как тетрациклина не назначает, метод риксации, рост, оксибинитиазид, хронически активный гепатит, пенициллина, цифалоспорина, хлоропрофамид, гемолизм. Ампураны, коллеги, 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 коллеги. Это алкогольная болезнь печени. Это клиника, морфологическое понятие, которая включает в себя несколько вариантов повреждения паранхемы печени вследствие злоупотребления алкоголем. От развития стеатозы до алкогольного гепатита, стеатогепатита, приводящего к развитию последовательных стадий фиброза, цирроза и гепатоцеллюлярных карцинонов. Какие же ферменты участвуют в расщеплении этанола? Алкоголь никому не представляет секреты, что это сильный яд для печени в том числе. В обмене этилового спирта участвуют два основных фермента. Это алкоголь для гидрогеназа и ацетальдегид для гидрогеназа. Как только в организм попадает первая доза этанола, первая стартует алкоголь для гидрогеназа. Она расщепляет этанол до практически безвредных элементов. Но исключение составляет ацетальдегид. За его нейтрализацию отвечает фермент ацетальдегид для гидрогеназа. От того, как быстро этот фермент будет расщеплять ацетальдегид, зависит степень выражения внутренних органов. Алкоголь для гидрогеназа способна расщеплять этанол крепостью 57% со скоростью почти 29 грамм в час. Ее преимущественно рассинтезирует печень. Но еще небольшое количество фермента производят ткани желудка. Есть такие исследования, что данный фермент имеется не только у человека, но и у других многопитающих. И считается, что бактерии в желудочно-кишечном тракте выделяют ничтожные дозы и целого спирта. Важную роль в развитии алкогольной болезни печени и алкогольной зависимости играет генетическая предрасположенность. Полиморфизм ферментов и ферментных систем, участвующих в метаболизме этанола в организме, определяет действительность и скорость метаболизма у ряда рас и национальностей. Установлено, что только два гена, участвующих в метаболизме этанола, задействованы в риске формирования алкогольной зависимости. Два аллеля. Одна из них, которая ассоциируется с трехкратным увеличением риска алкогольной зависимости, а другая аллель, напротив, ассоциирована с десятикратным снижением риска алкогольной зависимости. Олег Ки, на секунду, вы будете посмотреть, что интересно. Вот этот ген, который отвечает за синтез алкогольного гидрогеназда, это тот самый ген, который очень часто вызывает внаследственный ан aproximativ. Вот это тоже надо помнить, потому что это один из тех генов. Есть три гена, которые четко совершенно связаны именно с этим. И два гена, которые опосредованно связаны с тех, которые отвечают за сахарный диабет второго типа, и второй ген, который отвечает за алкогольный гидрогеназда. Органы с интенсивным кровоснабжением, таких как мозг, печень, почки, насыщаются этанолом в течение нескольких минут с установлением динамического равновесия уровня этанола в крови и ткани. Пищевые массы в желудке замедляют всасывание алкоголя при приеме натощак или повторных приемов, а также у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, что является нередкой радиорезонцией, выше. Выделение спирта из организма осуществляется в неизменном виде, в основном с мочой с выдыхаемым воздухом, причем в моче он определяется значительно дольше, чем в крови. Выделение этанола не зависит от значения pH, в то время как его метаболиты лучше выводятся в щелочной среде. При отрасформации этанола осуществляется при преимущественном печени, с образованием продуктов, которые выделяются в основном с почками. Итак, метаболизм этилового спирта печени происходит в нескольких этапах. Выделяя три основных этапа. Первый этап – это окисление этанола до ацетандегида. Второй этап – окисление ацетандегида до груксусной кислоты. И третий этап – образование из ацетата ацетилкоэнзима А, окисляющегося в цикле Крепса, до воды и углекислого газа. Окисление этанола обуславливает повышенный расход подфермента на увеличение соношения к пользу его восстановленной формы 0-H. Последнее приводит к сбегу реакций вправо. То есть увеличивается количество глицера трипосфата. В свою очередь происходит усиление эстерификации жирных кислот и синтеза триглицеридов, что служит начальным этапом развития как гиперлипидемии, так и жировой дистрофии печени. Наряду с этим нарастание концентрата на H сопровождается снижением скоростью бета-окисления жирных кислот, что также способствует их отложению печени. Перекрозное окисление липидов с повреждением мембран приводит к некрозу клеток и формированию гигантских метафондрий. Альдогиды, продукты перекрозного окисления липидов, способны активировать звезд щиты клетки печени, клетки кульфера, являющиеся основными продуцентами коллагена, а также вызывать перекрестное связывание с этакератином, сформирование целых дверц Меллоря и стимулировать химотаксию с нейтративом, что, так скажем, говорит о воспалении. При регулярном употреблении алкоголя в больших количествах неизбежно происходит нарушение терминативной системы. Алкоголь дегидрогеназа начинает вырабатываться быстрее, ускоряется расширение танула и, соответственно, ацетальдегида вырабатывается больше. Но ацетальдегида гидрогеназа, в свою очередь, не успевает обезвредить данный продукт метаболизма. Итак, воздействие танула на печень делится на два типа, прямое и косвенное, или опосредованное. Прямое гепатотоксическое действие танула. Этанул, как слабо поляризованный растворитель, действует на косвалипиды мембраны метахондрии и гепатоцидов, в целом разрушая их. Повреждение мембраны метахондрии лежит в основе жировой дистрофии печени, так как последние теряют способность метаболизировать три глицерина. Критическое воздействие на клеточную стенку гепатоцидов ведет к повышению проницаемости мембран гепатоцидов и нарушению трансмембранного транспорта. Функционирование клеточных рецепторов и мембраны связанных с ферментом и в конечном счете гибели в клетке. Косвенное гепатотоксическое действие танула. Ацетальдегид, образующийся в печени из танула под действием ацетальдегид, дегидрогеназа и микросомальный эталон отислительной системы, является крайне гепатотоксическим веществом. Накапливаясь внутри клеток печени, он приводит к усилению перетесного отисления липидов, продукты которого нарушают работу электронно-транспортной цепи метахондрии, стимулируют развитие гепоксии, активируются фибробласты, соответственно активируются синтез коллагена, что приводит к фиброзу печени. Потенцирует прямое воздействие танула на фосфолипиды мембраны гепатоцитов, цитокиногенез, эндегидроген 1,6, фактор микроза, оптимизм, альбромоспалительные цитокиногенезы, в результате чего подавляется репарация, ДНК, соответственно восстановление печени снижено, активируются компоненты комплимента, вызывают также воспалительные реакции печени, вызывают нарушения продукции над FH, о чем мы уже говорили, снижается уровень глутатиона и редокс потенциала клеток, усиливается обеспечительное повреждение печени. Ацитокиноген образует комплексы с белками клеточных мембран гепатоцитов и цитокромами. Эти комплексы выступают в качестве неоантигенов, индуцируя аутоиммунные реакции. Итак, и токсическая гепатопатия, о чем хотелось бы сказать, по поводу отравления уксусной кислотой. Клиническими проявлениями данной патологии является умеренно выраженное увеличение печени, хитеричный склер, кожных покровов, достигающие максимума к 3-4 дню отравления. При тяжелой гепатопатии уже в первые сутки отмечается резкое увеличение активности цитоплазматических и метахондриальных неорганно-специфических ферментов. АЛТ, АСТ, общей активности лактал-дегидрогеназа, мала-дегидрогеназа и органо-специфических ферментов. Сорбитол-дегидрогеназа увеличивается в 99 раз, лактал-дегидрогеназа до 11 раз. Наиболее выраженное изменение функции печени наблюдается в случаях, когда течение ожоговой болезни сопровождается гемолизом и экзотоксическим шоком. При исследовании гемодинамики гепатотропной системы выявляется достоверное снижение артериального кровотока и значительное затруднение венозного оттока в печени, уменьшение систолагиостолического показателя в итоге и возрастание сопротивления сосудов печени и увеличение показателя в тонусе сосудов, что происходит при отравлении с кислотой. Спасибо большое!